В Государственной консерватории Узбекистана состоялся мастер-класс музыкального коллектива из Японии. Зарубежные музыканты виртуозно исполнили самые разные песни от народных до современных, в том числе и традиционный махом. Как результат, музыка народов, разделенных тысячами километров, органично слилась в едином мелодичном потоке, олицетворяя в музыкальную гармонию человеческой души. Также состоялась демонстрация самобытного искусства Японии. Маком песни, идущи с глубины человеческих сердец. Только исполняя его душой, он способен воздействовать на зрителей и слушателей особо пронзительно и эмоционально. Национальная мелодия «Кушчинор» прозвучала в исполнении студентов Государственной консерватории Узбекистана при участии к госпожи Кёка Ивамото и ее музыкальной группе, участников Международного форума искусства Макома в Шахши-Сяпсе и обладателей третьего почетного места. Примечательно то, что Макомы звучали на японском традиционном инструменте — котто, и в таком соединении синтези культур мелодии прозвучали в новом оригинальном прочтении. Как известно, музыка не знает границ, она общенациональна и понятна каждому. И Международный форум искусства Макома, объединивший гостей из 73 стран мира, стал высшим пилотажем исполнительского искусства. Музыкальный коллектив из Японии CSPC Japan выступил с инициативой провести мастер-класс для студентов консерватории. Музыканты увлекаются историей и культурой Узбекистана. И подарили свой традиционный национальный инструмент — котто, музею Макома в Шахши-Сяпсе и также Государственной консерватории Узбекистана. Мы с большой радостью приняли участие в этом ярком фестивале. Развиваясь на протяжении столетий, это уникальное искусство обрело новое звучание вне фестиваля, подчас ломая стереотипы и представления о традиционной музыке. Мы рады провести мастер-классы для узбекских музыкантов и научить их играть на наших национальных инструментах. Меня очень трогает мелодичное звучание дуэры. Я приобрела их здесь аж семь штук, которые привезу с собой в Японию. И научу играть своих студентов на этом волшебном инструменте. Мастер-класс не ограничился только музыкальным форматом. Японские гости продемонстрировали зрителям свой традиционный искусство каллиграфии. Известный японский художник Амона Ишинора за несколько секунд изобразил тигра, символ мужества, смелости и стойкости в Японии. А демонстрация традиционной японской одежды кимоно вызвала неподдельный интерес у публики. Спасибо. Спасибо. Спасибо.